На Персе тихо в час ночной Корабля – это море. На суше корабли отдыхают. Когда уходят в море, они уходят на работу, только возвращаются не все. Иные остаются навечно в море. Этой подводной лодке повезло. Она навечно осталась на суше. Сначала она называлась «Народоволец», потом кратко – «Д-2». Три подводные лодки «Декабрист», «Народоволец» и «Красногвардеец» были построены и сошли со стапели Балтийского судостроительного завода здесь, в нашем городе, на Неве. Дата рождения этой подводной лодки – 19 мая 1929 года. Все три подводные лодки – это первенцы советского подводного кораблестроения. Первенцы всегда дороги. Отцом этих подводных лодок был знаменитый конструктор Борис Михайлович Малинин. 30-е годы 20-го столетия – это небывалый скачок в истории технического развития нашей страны. Постройка самого большого самолета Максим Горький, ледоколы Челюскин, освоение Крайнего Севера, Д-2, тогда еще «Народоволец», принимало участие в спасении Папанинской экспедиции. Громкое присуждение сталинских премий. И сразу нашлись несколько гениев с предложением построить корабль длиною в одну милю. Это 1852 метра и шириной в один кабель. Это 185,2 метра. Разумеется, корабль они предложили назвать Иосиф Сталин. И запросили на этот проект огромные деньги. Сталин посмотрел чертежи и говорит, «Есть у нас тут один с царских времен недобитый морских наук академик Крылов. Пусть он наложит на это резолюцию». Алексей Николаевич Крылов посмотрел и написал. До сих пор в России было два чуда. Царь пушка, которая никогда не стреляла. Царь колокол, который никогда не звонил. А ныне будет третье. Корабль Иосиф Сталин, который никогда не отойдет от причала. Чудо не состоялось. А вот лодки, созданные по проекту Малинина, долгие годы служили родиной, верой и правдой. Д-2 продолжает это делать и ныне. Сегодня она один из самых уникальных музеев. 11 октября 1931 года на подводной лодке были подняты флаг и гюйс. И это означало, что подводный корабль Д-2 вошел в состав флота. Водоизмещение лодки 940 тонн надводная и 1360 подводная. Длина 76,6 метра. Ширина 6,4 метра. Предельная глубина погружения 90 метров. Автономное плавание 40 суток. Экипаж 53 человека. Внутренний корпус разделен шестью водонепроницаемыми переборками на семь герметичных отсеков, что увеличивало живучесть подлодки. Мы с вами в кормовой части подводного корабля. Седьмой отсек. Справа и слева от меня кормовые торпедные аппараты. Подо мной, внизу, под этим полом, проходят два грибных вала от двух электродвигателей. Они идут к двум грибным винтам, которые вы видите, наверное, когда подходите с наружной стороны к подводной лодке. Именно потому, что это было техническое новшество по тем временам. Лодка могла двигаться 52 часа со скоростью 6 километров в час. Тихо и незаметно под водой. А после произведенной торпедной атаки можно было оторваться от врага совсем с другой скоростью. Около 18 километров в час. Но так могла двигаться лодка только около часа. Изменение скоростного режима, ну и направление лодки передавалось по машинному телеграфу. Под торпедными аппаратами находятся баллоны с кислородом. Но дышать в такой лодке все равно было тяжело. В этом отсеке жили 12 матросов. Вот так они спали здесь, подвязываясь специальными ремнями. Тесно, но дружно здесь несли вахту. Здесь были короткие минуты отдыха. Мы с вами в шестом отсеке, дизельном. Здесь стоят дизельные двигатели, которыми лодка пользуется, когда всплывает, в надводном положении. Вот тогда трем мотористам, которые несут здесь вахту, приходится не сладко. Можете представить, какой здесь стоит грохот, какая здесь температура. Ну и на секундочку, вообразите, что лодка всплыла где-нибудь в Баренцевом море в конце осени, в начале зимы. Вот этот люк полностью открыт, потому что засасывает воздух из атмосферы. Просто в надводном положении. И здесь страшный сквозняк. Здесь сквозняк, здесь жара. Бывают неприятности, когда лодка попадает в аварийную ситуацию. Тогда каждый отсек живет автономно. Все люки на подводной лодке задраиваются намертво. Может быть такая ситуация, когда телефон не работает. Световой тоже сигнализации тоже не срабатывает. Вот тогда матросы перестукиваются. Вот здесь есть табличка перестукивания. Она есть и с той стороны люка. Ну, на всякий случай. Ну что ж, пойдем дальше. Мы с вами в пятом отсеке, точнее в его верхней части. В нижней части, вот под этим полом, там аккумуляторная яма. Там находилось 60 аккумуляторов для движения лодки в подводном положении. Вот здесь расположен компрессор низкого давления. Он нагнетает воздух в баллоны, которыми пользуются при продувке балласта. А продувает балласт тогда, когда надо, чтобы лодка всплыла на поверхность моря или океана. Есть здесь очень важная часть в любом доме, на любом корабле. Это гальюн. Для гражданского населения объясняю. Гальюн – это туалет. Здесь же расположены и койки для старшинского состава. Для тех, кто не несет вахту. Ну, как спалось на этих койках, может себе представить. Тяжело, конечно, но побегай по подводной лодке туда-сюда, понеси вахту. Конечно, будешь спать мертвецким сном. Я думаю, что так оно и было на самом деле. Вот важная часть для подводной лодки. Это штурманское хозяйство. Называется этот прибор гирокомпас. Именно по нему определялось направление движения подводной лодки. Вот в этой бывшей аккумуляторной пятого отсека ныне расположена экспозиция, посвященная лодкам первой серии. Первым командиром подводной лодки «Народоволец» был Владимир Семенович Воробьев. Именно под его началом экипаж и начал осваивать эту боевую технику. Новое вооружение, присущее именно этой серии. В 1932 году эта лодка впервые участвовала в параде Первомайском на Невском рейде. В 1933 году советским правительствам было принято решение об организации Северной флотилии, что послужило началом Северного флота России. Так вот, три подводные лодки, таким караваном, за ними еще шли надводные корабли, прошли как раз в порт, полярный считается порт Мурманск. В 1934 году эти лодки поменяли свои названия, им были присвоены индексы. Это вот, декабрист стал Д-1, народоволец Д-2 и красногвардеец Д-3. Они стали ходить северными путями. Собственно, для этого и был задуман Северный флот. Не всегда выполнение боевых заданий кончается успешно. Первая трагедия случилась с лодкой Д-1, бывшей декабрист, 13 ноября 1940 года. В мирное время она во время тренировочного погружения не всплыла в одном из заливов Баренцева моря. Весь экипаж погиб. Погибшие моряки останутся в нашей памяти навсегда. Вечно живыми. В последние дни подводники помогали судостроителям. 15 из них ушли воевать на берег в морскую пехоту. Все они погибли, защищая родной город. Первый боевой поход Д-2 вышел из Кронштадта 10 ноября 1942 года. Всю войну лодкой командовал Ролан Владимирович Линденберг. Уже в первом походе Д-2 потопил два вражеских корабля. 24 сентября 1942 года подводная лодка «Народоволец», на которой мы с вами находимся, попала в заградительные сети противника. Но попадание в такие сети, а противолодочные сети представляют из себя такие 20-миллиметровые стальные тросы, ячейки 4 на 4 метра. Это практически гибель для лодки. Вот видите, на поверхности воды здесь такие буйки. Это сигналы для самолетов. Они срабатывали. Сюда прилетали бомбардировщики, сбрасывали глубинные бомбы, и лодка была практически обречена на гибель 100%. Командир принял единственное верное решение. Путем короткого маневра туда-сюда от движения лодки, он все-таки высвободил ее носовую часть и произвел аварийное всплытие. Но тут обнаружилось, что вот эти горизонтальные рули, от которых зависит, маневрирование по вертикали, они были отчасти тоже запутаны этими стальными тросами. Их надо было срочно освободить, не дай бог заклинит. Все-таки боевая обстановка. И тогда вызвались 13 добровольцев-матросов в легко водолазных костюмах. Они спустились в воду, и под командованием помощника командира подводной лодки Самуила Горада, они освободили эти рули, работая 5 часов в ледяной воде. Именно из-за того, что основная борьба за живучесть корабля происходила ночью, в темное время, да еще в штормовое время, немецким баронировщикам не удалось вылететь в этот район из-за нелетной погоды и разбомбить подводную лодку. Если бы команда народовольца промешкалась до утра, это была бы верная гибель. Я сижу в командирской каюте. По какому-то меткому довольно определению одного из фронтовых журналистов, эта каюта напоминает двустворчатый шкаф. Ну, правда, здесь все есть для работы. Книжный шкафчик, полочка, стол маленький, письменный, вот эта банка, по-нашему, по-бытовому, табуреточка такая. Ну, и диванчик маленький. Я уж не знаю, наверное, отдохнуть здесь можно, но расслабиться мало, вероятно. В основном командир находится на центральном посту все-таки, в четвертом отсеке. Туда он шел командовать. Ну, и прежде всего он шел к кому? К штурману, чтобы уточнить курс, уточнить глубину, другие параметры похода. Знаете, кто был самым лучшим штурманом на флоте по определению, шутливому определению военных моряков? Матрос, железняк. Ушел на Одессу, а вышел к Херсону. Можете представлять такого штурмана. Боевая тревога. По местам стоять к погружению. Открыть клапана вентиляции. Боцман, держать глубину 20 метров. Мы в четвертом отсеке. Здесь центральный пост. Здесь находятся главные посты управления и живучести корабля в подводном походе. Здесь же отсюда уходят команды во время боя, при авариях, при других непредвиденных ситуациях. Здесь находится станция погружения и всплытия корабля. Здесь несут свою боевую вахту, командир лодки и четыре члена экипажа. Мне все-таки хотелось бы вернуться в третий отсек. Здесь находится офицерская кают-компания. Конечно, офицеры этого корабля редко собирались все вместе, потому что обязательно кто-то находился на вахте. Здесь же корабельный врач оказывал медицинскую помощь. Она могла быть разной, в том числе и хирургической. Здесь есть некоторые хирургические инструменты. Вот чуть подальше туда находится камбус. Ну, это святое дело. В этих вот стесненных условиях он кормил 3-4 раза в день весь экипаж. 53 человека. Во втором отсеке по правому борту верхней части отсека рубка радиста. Два приемника на длинных и средних волнах и один радиопередатчик на УКВ. В гидроакустической рубке находятся акустические системы Марс и Вега для обнаружения противника и выдачи данных для торпедной стрельбы. Это глаза и уши подводной лодки, когда она под водой. Чтобы пролезть через этот люк, да еще в боевой обстановке, надо было иметь большую сноровку. Этому специально обучали матросов. Мы попали в первый отсек. Это самый большой жилой отсек, жилая комната на корабле. Вот здесь на трехъярусных койках спали, жили 27 членов экипажа. Вот за этими столами они завтракали, обедали, ужинали. В кормовой части отсека находился и вот умывальник. Сами понимаете, ванны не было, душа тоже. Самые минимальные условия для проживания. Здесь торпедопогрузочный люк. Через него загружались торпеды. Они подносились туда, подвозились к торпедным аппаратам. Либо вот укладывались здесь по борту. Конечно, здесь были еще и такие же койки трехъярусные. И кто-то из матросов спал почти в обнимку с такой торпедой. Конечно, когда жарко, бывало жарко здесь нередко, это были секунды блаженства. Это торпеда отечественная, парогазовая в разрезе. Вот здесь у нее в головной части находится боевой заряд весом 300 килограмм. Вся торпеда весит примерно полторы тонны. А доставалась эта торпеда вот при помощи этого торпеда погрузочного механизма. Вот такой лебедки, видите? Это самая боевая часть корабля подводной лодки. В случае аварии подводную лодку можно было покинуть из трех отсеков. Из седьмого, шестого и из первого. В шестом отсеке через люк путем шлюзования, а в седьмом и первом через торпедные аппараты. Происходило это следующим образом. Матросы надевали на себя вот эти самые водолазные костюмы. И потом три или четыре, в зависимости от роста человека, прорезали в этот аппарат. После чего, после чего раздавалось два стука от командира, который командовал этим покиданием. Это означало, что сейчас будет заливаться вода. Вот через этот кран заливался торпедный аппарат водой. Заполнялся для того, чтобы уравнять давление с забортным пространством. На это они тоже отвечали два раза. Вода, и все в порядке. Потом открывалась передняя крышка торпедного аппарата. И старший отсюда подавал сигнал. Три раза. Это означало, что передняя крышка открыта, потому что в темноте же не видно, открыта или не открыта. Все равно все вода и темень кромешная. После чего они туда, конечно, проскальзывали, потому что в воде-то уже передвигаться легче. Другой вопрос, что они попадали в ледяную воду, как правило, Северного моря какого-нибудь. Что Балтика, что Баренцева, это практически ледяная вода. Но это другой вопрос, потому что они оставались живы. Так, после чего закрывалась опять эта передняя крышка. И вода из торпедного аппарата сливалась в трюм. Открывался вот этот люк. И так все остальные, кто должны были покинуть тонущий или гибнущий корабль. Счастливчики. Почему я сказал счастливчики? Потому что кто-то всегда оставался один на корабле до конца. Кому-то последнему не везло. Это, как правило, был доброволец. Он знал, что он гибнет, потому что за ним уже закрыть люк и проделать все эти операции было некому. Но это суровая правда этой профессии. Это особенность ратного труда подводников. Подводная лодка Д-3. Бывшая красногвардейц, родная боевая сестра народовольца, который ходил по Балтике. А она успешно воевала на Северном флоте. Которому, кстати, в этом году, именно в этом году, исполняется 1 июня 70 лет. Так вот, под командованием капитана 3-го ранга Бебеева она стала первым гвардейским краснознаменным кораблем Советского военно-морского флота. На ее счету 10 боевых кораблей противника. Подводная лодка Д-3 погибла в 1942 году где-то на берегов Норвегии. Вероятнее всего, подорвалась на мине. С 1956 по 1986 год в течение 30 лет Д-2 становится учебно-тренировочной станцией. Будущие подводники здесь отрабатывают учебные задачи по борьбе за живучесть корабля, по ликвидации других аварийных ситуаций, ну, например, пожара на подлодке. Гордость отечественного кораблестроения первоатомную подводную лодку в начале 50-х создает наш знаменитый конструктор Владимир Николаевич Перегудов. Именно экипажу Д-2 вручают ответственное задание испытания микроклимата системы жизнеобеспечения атомной подводной лодки. Корабли, как и люди, имеют душу, а душа не умирает. Здесь произошло в известной степени чудо. Не только душа, но и сама лодка живы благодаря стараниям многих и многих людей, имевших и имеющих отношение к подводной лодке Д-2 «Народоволец». Это светлый памятник героям-подводникам, конструкторам и строителям подводных кораблей. «Народоволец» ждет, когда рядом станет более современный его собрат атомная подводная лодка. Какая это будет лодка? Неизвестно. Но хотелось бы, чтобы это была первая наша советская подводная лодка. А повод к этому есть. В 2006 году будут праздновать столетия подводных сил России. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова